Слушайте, слушайте, наверное, это будет вам интересно, но меня уже достало это. Все пишут и пишут, особенно молодые, ну вы там раскрепощать учатся, учитесь рисовать, учите там выходить на состояние полета, левитации и так далее. А круто вам сделать, например, обезболиться, там на каких-то сайтах показывают, как иголками. Я специально приготовил, чтобы вы знали. Конечно, я это могу делать, я же учу этих всех людей вот это делать. Они потом берут и начинают там что-то делать с этим. Конечно, молодежь нужно показать, как обезболиваться, как преодолевать барьеры, потому что просто раскрепощаться, им неинтересно. Но когда они вырастут, это будет важнее всего, творчество, восстановление и так далее. Ну вот я вам специально приготовил, пока я рисую эту картину, вот эту голубой дымок вигвамок, приготовил иголки. Ну что значит такое? Ну вы сами не делайте, я вам просто покажу. Ну вот эта иголка, видно, да? Ну от шприца берешь себя, обезболиваешь и вставляешь. На. Ну и что? И что из этого? Ну это же просто делается. Просто вы не делаете, потому что вы технику не знаете. Лучше я вам буду показывать, как лучше рисовать там, понимаете? Это гораздо лучше. Смотрите, что я из него сделаю. О! Голубой дымок вигвамов. Смотрите, красота какая получается. А у него трубка, видите, вот здесь. И не курите, друзья, это вредно. Красота. Получается, это можно помочь тем, кто очень боится уколов? Ну конечно, можно всем помочь, чтобы они регулировали свое нервное напряжение и могли понижать порог восприимчивости. То есть управлять своей резистентностью, ну к болевым воздействиям, да, к душевной боли и так далее, и так далее. Но самое главное, по ключу можно научиться регулировать свое напряжение, выходить из стресса, управлять энергией стресса в нужном направлении и создавать произведения из любой трагедии, создавать шедевры. Да, друзья, до встречи.